Приветствую вас, дорогие друзья! Мне очень приятно, что сегодня в День космонавтики вы решили отметить этот праздник показом фильма «Время первых». Во-первых, я вас поздравляю с праздником, а во-вторых, хочу рассказать несколько слов о том, как создавалась эта картина. Я не только артист, исполнивший главную роль в фильме, роль космонавта Алексея Леонова, но также и сопродюсер этой картины. Поскольку идея эта пришла в голову мне, совершенно случайно, я увидел документальный фильм и понял, что американцы давно бы уже сняли ремейк. Потому что такое количество подвига на промежуток времени просто невероятное. И мы стали писать сценарий, это было очень непросто. Потом мы стали вместе с сопродюсером Тимуром Бекмамбетовым искать режиссера, который мог бы осуществить этот фильм. Это тоже было непросто. Потом был кастинг. Я очень рад, что мы впервые встретились на площадке с Константином Хабенским, который исполнил роль напарника, товарища и друга Алексея Леонова, космонавта Беляева. Могу вам сказать, что у меня осуществилась моя детская мечта. Я в детстве мечтал быть либо артистом, либо космонавтом. Ну, артистом, потому что семья была очень артистичная и как-то так органично у меня такая идея родилась. А космонавтом, потому что все мальчики в моем возрасте, конечно, мечтали быть космонавтом. Тогда каждый полет в космос был героическим. И шла прямая трансляция этих. Сейчас уже как на работу летают. Тогда это было событие. Так вот, мне захотелось рассказать о событии в этой картине, которая, честно говоря, конечно, это подвиг, но это еще и о духе, о русском духе, о героях, которые не с Луны к нам прилетели, не с Марса. Они наши, они родились здесь. Их отцы, деды, и они сами очень близко к нам. Я увидел, честно говоря, в характере Леонова что-то от своего отца. И понял, что вот этот героизм заложен где-то в нашем гене. Конечно же, конечно же, это все равно люди необыкновенные. Я имею в виду первый отряд космонавтов. И Леонов, и Беляев совершили подвиг. Но этот подвиг совершили, еще раз повторяю, люди, которые родились вот здесь рядом с нами. И так же жили, и так же, честно говоря, перенесли многое, в том числе и арест своих близких и родных, как это случилось с Леоновым. Но, когда я спросил Леонова, уже потом, когда я стал работать на сценарии вместе с изнаристами, что он ощущал, когда он вышел впервые в космос, что неужели ему не было страшно. Он мне ответил, что не боятся только дураки. Что, конечно, было страшно, очень было страшно. Но в этом и сила характера преодолеть невозможный просто страх, который не испытывал еще ни один человек на нашей планете. Поскольку он первым выходил в открытый космос. И еще скажу вам один момент. Я очень волновался вместе с продюсером картины Тимуром Бекмамбетовым, когда такую первую сборку захотел посмотреть сам Алексей Архивч-Леонов вместе со своей супругой и дочерью. Мы очень волновались, понимали, что от его мнения зависит, будет картина, и выйдет она на экран или нет. Этого напряжения я не забуду никогда. Но что интересно, что Леонов, когда уже закончился фильм, он долго молчал. Я ждал просто расстрельного приговора. А он, повернувшись ко мне, сказал, Жень, ты знаешь, мне только вот сейчас стало по-настоящему страшно. Я сейчас только понял, что мы пережили, что мы сделали. Я очень рад, что мы успели снять эту картину при жизни Алексея Архивча. Очень важно, когда при жизни воздаются вот такие дифирамбы нашим великим соотечественникам. Это была сложная картина, это был сложный труд. Но я рад, что мы это сделали. И я надеюсь, вы получите удовольствие от нашего фильма. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!